мужики всем привет короче данкратик вот такой у меня был но сейчас разобрал он полностью сухой масло вытекло потому что потому что вот чё снизу было и она из-под нее лилось ручьем нет не знаю у меня таких больших резинок нет поэтому буду сейчас колхозить вот эта прокладка которая ставится под этой шайбой вот тут и она пластиковая вот такие дела я чё подумал если пластиковую сделать вместо резинки и в принципе нашел решение крышечка вот из-под сгущенки да у неё буртик есть такую как бы полукруглый которая защелкивается подальше потоньше но она чуть поменьше чем надо сейчас я буду растягивать я уже одну сделал по кайфу получилось поэтому покажу не будет зажимать офигенно я думаю протекать не будет прокладки пластиковые он газ не пускают масло я думаю держать будет капитально короче сейчас так и и отрезаю ножом саму верхнюю часть вот этот борт весь оставляю вот так вот срезом колечко это сейчас его выберу и покажу вот крышечка осталась вот такая вот за что я говорил мужики вот это утолщение дальше чуть чуть потоньше и сейчас нужно его аккуратненько вот сюда одеть хоть она и не подходит но растянется пластик потянется это мягкий пластик и прогреть его горелкой либо феном но я буду горелкой и чтобы она стала помягче и приняла нужную форму и размер вот так вот она проводилась и горелочка сейчас прогреваю со всех сторон аккуратно без фанатизма рукой доказываюсь неужарить не обязательно него нужно слегка нагреть так чтобы она не расплавилась но потянулась металл холодный власти горячий поэтому форму примет быстро сейчас проверим сейчас проверим мужики проверяем отлично отлично теперь его выворачиваю назад вот этим бортиком внутрь и бортиком ставлю вниз тонким краем ставлю вверх сейчас стакан нужно будет поставить и одеть то есть ниже толще здесь потоньше здесь на стакане на этом конус вот и она пойдет так нужно не так вот все это дело мужики получилось поставить все ставим стакан аккуратно чтобы у них день не замяла рукой неудобно конечно все осталось отверстия поправляю в любую сторону вот сюда вот туда поставлю вот так все и теперь остается остается только затянуть прокладочку туда все цена вопроса час подумать пять минут сделать как то так ну вот мужики в принципе и все данкрат покрашен уже высох полностью рабочий залит проверен пятитонник как оказалось а то в прошлом видосе показал как двух тоннечек освежим это видос был до про начала постройки пресса и некоторые подумали что я буду ставить вот эту вот эту вещь мужики я просто сказал что его покрасил лишь не сказал что буду его использовать на прессе отремонтировал 5 тонник а для пресса у меня есть 32 тонник поэтому поэтому так все всем пока мужики нечего но завтра приходит сверлильный станок будем распаковывать скоро увидимся всем пока